Субтюс, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, что это считается. Вот когда Хринцент Литруа и Марина Санцузская используют это слово, субтюс, то из своих романов, это не наш. Если обратиться к словарному значению, то мы найдем, перевод только к остальному, то, что осталось, все проще. Но лучше понять это значение, наверное, в контексте, которому мы употребляем там до XII века. И самое классическое употребление, употребление кретина, в начале романа Персеваль, или в просьбе Аргалии, мать Персеваль, как мы помним, дают ему ряд наступлений, и, среди прочего, я цитирую подстрочек. Девушка позволяет многое тому, кто ее целует, но даже если вы получите от нее поцелуй, остальное я вам запрещаю, если вам будет угодно показаться, это ради меня. Что касается Марии Французской, которая жива, как мы понимаем, на нескольких десятилетий, как минимум, но раньше на кретерном, она уже успела тоже проверять с этим словом и его значением, используя, в общем, этот же эвфемизм в схожей ситуации, в своем «Лэ Гижмар». Цитирую тоже подстрочек. Теперь «Лэ Гижмар счастлив», они лежат, как они говорят, друг к другу, обменяются пацелулями, нежными речами. Что же касается остального, дальше у плюс того, что принято между друг другом, этим они и занимаются. Однако, не всем влюбленным мылицем мы дам вам золой Марии из французского класса удача, и вот мы о салаге, влюбленные, разделенные высокой стеной, строгой моралью, могут уходить в удовольствие, ввыше созерцание друг к другу, будучи решены, как пишет Мария, компусную, под адека, будучи решены вот этого всего остального. Можно предположить, однако, изгазательства этого мы не найдем, что кредит нашел это остальное по специфическому и эротическому значению Марии Французской. Но и Мария Французская была не первая, кто использует этот эфемизм в литературе 12-го года. Скорее всего, она воспользовалась концоной известного трубатура, взрывшего тоже какое-то время в предваре летнего второго контейнета, где жила, собственно, и Мария Французская. Возможно, несколько песен своих, когда Бернард посвятил жене Тангерека, Альин Ори, от Бердалсвей, которую песню он называл «Муза зимался мой магнит». И вот у него есть концона, Бернард-калентадор, я имею в виду, и вот из концона «Вем клюбей дэнчанта асофрир», то есть я так хотела держаться от песни, что вот он обращается к своей даме, предполагается, Альин Ориен Кританский пишет следующее, тоже дает просто подстрочник, «И поскольку вам было угодно одарить меня такой честью, в тот день, когда вы дарили мне поцелуй любви, позаботьтесь, пожалуйста, и об остальном». «Дай плюс» «И поскольку вы не понимаете, что Бернард с характером достигли некоторых трубатур с лаконичностью обходится лишь одним слопом, плюс уместный суббрус, но на лицо все слагаемые ситуации, а как и древнем Ориен Критер, употребление эвфемизма, обязательно упоминание поцелуев, других нежностей, которые должны предшествовать этому суббрусу. Интересно отметить, что тот же слопа в той же жаркой форме в той же ситуации используют не только Бернард, в котором еще террориат трубатуров, ну, например, Бернард, который возьмут младше Бернард, и, может быть, он тоже у него это позаимствовал, цитирую, и я украла у нее поцелуй, куста и горбородок, поэтому мне причитается нечто большее, и я мру, если она откажется от остального. Тоже здесь жаркая форма «Си плюс Рэд». Мы вернемся к Марии Французской и ее сюрпризу. В последний раз это слово встретится нам в общем пророке, в корне «Пулэ», который, возможно, был написан уже после. Но в манускрипте английском, единственном полном манускрипте всех 12 тел предшествует эти 12 тел. Хотя, как и любой средневековый пророк, это такое не имеет ритературу, но тем, где Мария размышляет вообще о своих принципах создания. И вот фиксирую фрагмент, где она упоминает этот же сюрприз, вы посмотрите теперь, в какой-либо ситуации посмотрите, как революционирует значение этого слова. Вот так вот подсроще. Как свидетельство при Сиан, в древние времена книги часто писали темно, поскольку считалось, что потомки, которые будут по ним учиться, смогут их толковать и обогатить их. Вот сюрприз. То есть сюрприз мягко. Ну, дополнительным смыслом их обогатить, можно, наверное, так перевести. И, как мы видим, из эротической метафоры слово превращается уже в метафору познания, интерпретации, привносящей новые дополнительные смыслы. И таким образом высшее наслаждение, сюрприз, который достигается в пологом акте, становится высшей точкой познания, достичь которой можно только в германистическом акте интерпретации, привносящей новые дополнительные смыслы в существующие древние, Мария Французская пишет о древних, износян, древние тексты, будучи, в свою очередь, сама, так сказать, новой, современной. И вот эта встреча новых авторов с авторами древними, возможно, если верить в прологу Мария, только в акте толкования новыми, древних Лизалсиэл, и выходить через него в одновременность древних и новых в то самое большое время бесконечный незавершенный диалог, в котором ни один смысл не умирает. Как пишет Боксин или как пишет Каллина, Рабистофель Гегель, Канты-Хайбекер, Уайфель Дридненштейн, примечание Платона, участники бесконечного диалога. Слово «Ансиэл», появляющееся в этом месте тролога, вообще важно для авторов XII века, не только для Марии. Они случайно XII века называют Ренессансом, Ренессансом и Омидианским Ренессансом. Почему? С древненковыми авторы начинают, ясно осознаваясь в свой развитие с античностью, с древними, и начинают представлять им себя, то есть ей модельность. Тут уже зачатки такого спора древних и новых, развившихся в XVIII веке. Создавать свой сборник, Мария, с одной стороны, понимает под этими самыми древними античных авторов, но с другой наделяет и бретонцев. Создали ли персонажи своих ЛЭЭ этим эпитетом? В эпилоге к последнему в английском манускрипте ЛЭЭ, или Юдюбе, она говорит об «Ансиэм Бретон Бухтейс». Таким образом, древние открывают общий пролог, античные авторы, и закрывают эпилог «Последний Молы», «Древние Бретонцы», единственное полное собрание, вот манускрипт «Аш» из Англии и Юлы. То есть одна античность дополняет другую в проекте Марии, и литературная, в смысле записанная литера, античность философов и поэков древности, мусорная античность, воспеваемую Бретонской Флэ, и записанная уже Марии, как модерн, как автор XIX века. Но какой дополнительный новый смысл, какой субус она привнесла в эти литеры. И вот есть основания полагать, что элемент ответа на этот вопрос уже содержится в процедированном выше словосочетании Марии, из ее последнего литера «Ансиэм Бретон Куртейс». Ну и теперь обратим внимание не на эпитет «Ансиэм», которого Мария награжает бретонцев, то есть гельских этих слогателей литера, но на второй «Куртейс», «Куртуазный». Древние бретонцы становятся куртуазными одновременно, и, как кажется, здесь это понятие уже приобретает морально-нравственную оценку, становится одной из обязательных составляющих персонажей сборника Лэ и его первого адресата, как предполагает это король Генрих Второй, король которого она называет «Гетан из Пруса Куртейс», который так вот вернует, очень часто они наделяются эпитетами «Мудрю Куртейс», «Весьма бежественные», «Весьма куртуазные», и обладают всех наборов этих самых куртуазных добродетелей. Лишь для примера, я остановлюсь на одном «Мудрю Куртейс», «Мудрю Куртейс», «Мудрю Куртейс» как по информации «Гетан со своей Инвекс SUS» которую написал ромэр. 27 классические работы существуют «Кардинальные справеди в к туалле куриории актр��ательской и определяется этот интеллектуальной категорией неудшна, которая, тесто же moltонравдив conveniently регулирует весь комплекс куртазных людей. То есть настоящий куртуазный в 2009 предложен обладь меры, как описывается, и шелический исследователь коллекционного тринб �уза «Нельзя быть тринб個азным, и не сохраняя меры во всех вещах», и практически все труды, которые Эти меры успевают в отношении с дамой, в грудении, и для одного труппатура, такой фолькер из Марселя, сама куртуазность есть не что иное, как мера. И напротив, главный герой в Ле Марии этой меры не обладает, этой меры не соблюдают, и посмотрим, к чему приводит его это несоблюдение. Далее, по сюжету Ле, как и в других короле Марии, в Ле Марии, король влюбляется в жену своего Сенешая, влюбляется заочно, не очень понятно, то ли это фолькер такой мотив, то ли это тоже влияние от счастья. Труппатура, его массива, его бездалека, не разу видит предмет своей страсти, влюбляется, как и Труппатура мечтает о прекрасной замужней даме, и в этих отношениях, опять же, у короля согласуется с самой новой концепцией, родной в Труппатуру, истинной любви, финаморс, которая, как мы помним, может чувствовать только как отютель. И, в основных короля, подобные идеальные дамы Труппатура, обладает, естественно, физической красотой, совершенное творение, созданной природой, вот так она описана, дама была очень красива, ухождение ее было безупречным по милости природы, она была прекрасно сложна, были ясные глаза, у нее красивое лицо, прекрасный рот, изящный рост и все, что нужно, в целом королевстве не будет явно. Таким образом, влюбленные в Ле Марии, с точки зрения куртуазии, канонов, в мире Труппатуров, которые как раз тогда начинают складываться, представляют идеальную пару. Как и в последнем Ле Марии, Людюква Критания, используется типичная для средневекового куртуазной литературы фигура аллегории, любовь, к большому букву, включает Критану свою свиту, поражает его стрелой, стрела наносит глубокую рану, выпадает в сердце, рассудок, значит, оказывается безмолвен, он был носок поражен крестой дамой, что стал печален и задумчив, и так далее. Вот в этой статье уже мы видим, что типичные для великолепных Труппатуров и Ле Марии, метафоры, любовные раны, любовного плена, мотив служения дамы и любовной муки, которые решает герой сна, делает печален и задумчив, все уже на лицо. То есть куртуазные ценности все есть, и вообще для большинства Ле характерно наличие таких вот уже пространных внутренних монологов, скажем, вот в этом нашем Ле анализируемом Абабритане. Король нынче произносит длинный внутренний монолог, который свидетельствует уже о пробуждающемся интересе Марии к описанию внутренней жизни своих героев и чувств, и переживаниях. Я цитирую, если увиденное, ну да, он в моем сердце испытывает страшную муку, которая заставляет меня дрожать, я знаю, что не могу не любить ее, но если я буду ее любить, я сделаю трудной поступок, это жена может Семешаль, если он тем или, ну, образом, об этом узнает, конечно, очень напечатится, однако будет еще хуже, если из-за этого я сойду с ума, какое несчастье для такой прекрасной дамы, не любить и не иметь любовника, ну, или, знаете, условно, джуэль, али. К чему ей ее любезность, если не будет воздумленного, если Семешаль расскажет во всем этом, он не должен сильно страдать, нельзя хранить даму только для себя, я желаю разделить ее с ним. Почему я так смущен, почему я так мучаюсь, я еще не знаю, не узнал, готов ли она сделать меня с вами любовником, о, боже, как день еще далек, вот такие, конечно, не феникат, во фемилите, да, но относительно уже очень разборчивый такой внутренний наук, который напоминает, в общем, о монологах из концов трубатуры, обращающихся к своим дамам, поскольку у них в оправозайской лирике разрабатываются две основополагающие темы, вот, в 12 веке, да, это любовное страдание и радость от любви, и мы видим, что это, да, страдает почти физически, как и трубатур, а любовь вызывает дрожь, основа, да, то есть, вот, физиологическое описание тоже присутствует. Внутренний монолог главного героя содержит и риторический вопрос, то есть, риторические конструкции здесь налицо, и риторический вопрос в данном как раз монологе выражает саму сущность вот этой феноморс, трубатуру, например, вот я цитирую, к чему ей ее любезность, но в оригинале портуазность, да, если у нее не будет возлюбленного. Как ли трубатура, когда мечтает не о платонической любви, он готов страдать из-за дамы и служить, и он в надежде на то, что она стать его возлюбленной, то есть, в надежде на сюрпус вот этот самый. Что же дам? Жена Санишаль ведет с ним настоящий диспут на тему любви, то есть, тут даже, возможно, влияние жанра танцорной спора, да, и знаменитых судов любви, которые ее в свой трактах Андрея Капеллано примерно на этом же применялись. И вот, да, мы что говорим, любовь тянется только между равными, богатый человек всегда думает, что обладает безраздельным правом на свое возлюбленное, которое он хочет любить, как господин. А Квитан, со своей стороны, ей возражает, такой исторический диспут начинается между ними, да, мы благодарим, слово больше это неистинные, культуазные, влюбленные, но скорее городские торговцы. Не смотрите на меня, как на короля, я ваш вассал, я ваш друг, вы будете дамой, я слугой, вы бордой, а я просителен. То есть, вот еще раз, да, типичную, можно здесь отметить для языка трубатуры, фасальность, генеральную лексику, терминологию, фасалом другом и слугой своей дамой обещал быть и бернадо рентадорно, обращаясь, видимо, к ремории аквитанской «эсэрэй ом и амикс эсэрис». И тот же фолькер тероманс, «кэвост ромсуэй и гостерсэрс». «Серф» — «эгеррига», «человек». Итак, Карл Виквитан становится смиренным ассалом своей дамой, за что и получает вам кажданный сюрплюс. Описано, опять же, типично для Энергии трубатуру и юная Мария выражение, радость, и безе, и амтанты, и актуалей, обнимать, словать. Но, как известно, бассал ни с чем не может отказать своему сеньору, а потому, когда дама решает избавиться от мужа, чтобы выйти за короля, и в свою очередь стать королевой, просит другу своего помочь совершить убийство, бедному бассалу не остается ничего, кроме как выплывать. Продпись своего сеньора. И концовка «лэ», таким образом сближающего его с фабриот. Следующая, «каклитан сдавая весь во правовое время в кровати и в мужа, и муж, естественно, пользит, и там есть ничего, кроме как волну, предплываясь в котел слепящей водой, которая заболевая жена, приготовила мне для него, а для постела мужа». Вот такое несогрудение меры, как мы видим, одно из основополагающих ценностей куртуазного универсима, в мире, который начинает жить в мире, лэ-мали, который начинает жить по закону, на этой самой куртуазии, приводит к королям выживанному самоубийству. И не только его, не только его, другие герои тоже, в общем, приходят к нему, в их обстоятельства. И заканчивая лэ, Мария дает своим читателям и слушателям такое вот моральное наставление, своего экземпту, приближаясь к жанру, как-то быть, уже какой-то религиозной литературы. И таким образом получается, что ЭТЛН наилучшим образом согласуется с концепцией любви к роботуров, является и красноречивым примером того, какой куртуальный сюрприз приносит Мария, обрабатывая бритонский материал. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, подорвемся. Да, прошу. Ну, у меня, ну, как говорится, три таких пункта. Первый, это, собственно, вопрос, а другой, это два небольших выполнения. Я там со слуха не уловила, и я думаю, что остальные тоже. Что, собственно, укрыть ено? Плюс или сюрприз? Сюрприз. Сюрприз. Укрыть ено, и он, как говорится. Понятно. Потом, все-таки, вот, мне кажется, что надо больше, ну, оттенить то обстоятельство, что не всегда решили с такой плюс, а иногда там просто плюс, как вы сказали. И, наконец, третье, мне кажется, что на будущее это было бы хорошо, ну, создать какой-то фон из примеров, в которых это все плюс или плюс не имеет эротического значения, если таковые есть. Я думаю, что они найдутся. И вот, когда создастся этот фон, вот эта вот эротическая метафора, ну, станет более очевидным, в каком соотношении вообще эти употребления находятся, и можно ли сделать тот вывод, который вы сделали далее, говоря, что, вот, собственно говоря, аллегорический смысл, то значение, которое вкладывает Мария Французская в это слово, в прологе, вот эта новая метафора, она развивается из эротической. Или же нет. Или просто это, так сказать, самостоятельное значение, которое возникает вообще на фоне общего значения этого слова, как, так сказать, нечто дополнительное и так далее. Вот. Мне кажется, вот так, что это было бы интересно дать более общий такой семантический фон, чтобы, вот, как бы, ну, представить себе, как развилась эта метафора. Наоборот, может оказаться, что эротическое значение основное, но, как бы, это вот та работа, которая еще... Вот все, что идет. Ну, да, я могу только сказать, что я посмотрела вот у вас, у которого не встречается вообще сюрприз, а у Марии, в принципе, вот все, все, там, все слова практически изучены, вдоль и поперек, и вот этот самый сюрприз встречается всего три раза. И вот из того, что предполагается в науке, что пролог он действительно писал после, и потом уже его добавили в сборник, а сначала уже лэ, потому что пролог как-то осмысляет, и он уже рефлексирует на лэ, а то вот такой сдвиг в сторону, скорее, интерпретации, а неэротическая метафора, видимо, был сделан уже после, то есть сначала эротическая, а потом эротическая, но нужно проверить все, конечно, может быть, когда их бывает, и обязательно здесь все тексты, так сказать, отработаны на нас, пройдем, коблер ломочек. Ну да. Так, пожалуйста, еще вопросы? Еще, может, я тоже спрашиваю? Как-то экспрецитно осмысляется вот это вот несоблюдение меры у Марии Французской? Вот, ну, я имею в виду, что-то похожее вот на реакции Оливье на поведение Роланда, или все-таки это только вот следует как бы из ее повествования? Вы говорили, что вот Алан-Ван, да, это было Алан-Ван, да? В нескольких ЛФ, в данном случае я говорила про Апитаны, и там, мне кажется, все-таки это Мария сама уже осмысляет, потому что она говорит, вот смотрите, он не знал меры, поскольку он не знал меры, дальше вот что-то получилось. Вот в конце, это не самое уже приближающуюся куцетку в доме, который она проводит. Вот смотрите, к чему приводит, не знал меры, и вот такой вот сумму лишь за такой замечательный финанс. А еще вот у трубадуров, это только действительно вот такая вот эротическая метафора, то есть вот у них нет тоже вот какого-то вот, ну, иного какого-то вот, я не знаю, понимания вот этой метафоры, только как метафора сознания. Можно ли трубадуров вот так вот однозначно трактовать, как вот действительно, ну, сводя вот эту метафору только эротики? Вот то, что я прочитала, я прочитала, я прочитала немало трубадов, это только эротики, вот это плюсы, на которые они все просят у дамы. И вот у Марии, мне кажется, у единственного, насколько я знаю, в наших веках, сбит в такую в герметическую, в кавычках, интерпретацию. И в этом, мне кажется, идет, которая резна, с этой метафорией. Еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое.